Повторяю это снова и снова и очень рада, что так. Добрый вечер. Как и настроение? Я надеюсь, что вы запаслись чашечкой чая или кофе, потому что сегодня мы будем в течение полутора, я думаю, часов пообщаться. Отлично, все, отличное настроение. А у преподавателей иностранных языков всегда хорошее настроение, мне так кажется, потому что обычно это единомышленники, обычно это люди, занимающиеся любимым делом. Я еще не встречала ни одного преподавателя иностранного языка, который бы не любил свою работу. И то, что мы сегодня все вместе вечером, это говорит о том, что мы фанаты своей профессии, а это, вы знаете, большое счастье, редкость, потому что мы любим то, что мы делаем, значит, будем жить долго и будем молодые и здоровые, готовые к общению. Супер. И не только. Окей, согласна, согласна. Друзья, ну, мы представились, давайте вы, ну, буквально то, что считаете нужным о себе написать, работаете преподавателем или учителем, или у вас свой проект, или курсы, преподаете на курсах, или, возможно, чтобы репетитор или тьютер. Интересно побольше узнать о вас. И пока что я буду ждать ваши ответы, чтобы поближе познакомиться. Мы уже знаем, насколько хорошо, в принципе, вы знакомы с видеоконтентом. Ну, я просто пока вот преподаватель славянского языка, репетитор немецкого. Замечательно. Преподаватель иностранных языков. Отлично. Замечательная компания. Даже учитель физики. И учителя физики. Ирина, тоже вам будет очень, я думаю, полезно. Я надеюсь. И Лора, вот учитель физики, наставник исследовательских проектов в школе. Кстати, мы в университете проекты проводим вот дистанционно тоже, используем видео очень активно. Ой, здорово. Я просто пару слов расскажу о том, почему я стала создавать видеоконтент, и как я вообще пришла в дистанционное образование. После рождения ребенка получается так, что ты не можешь какое-то время работать оффлайн, да, и я стала учиться онлайн, как преподаватель учиться. Меня так это все увлекло, и считая себя совершенно технически неграмотным человеком, я поняла, что это не трудно, это легко, когда есть преподаватели, которые направят. На определенном этапе, конечно, то море информации по поводу видеоконтента и дистанционного образования, которое есть в интернете, меня просто, оно меня стало, я стала тонуть в нем. Конечно, на определенном этапе столько всего сейчас есть. Очень трудно было понять, куда двигаться дальше, прям достаточно отчаяния, наверное, я назову это состояние, но потом все-таки я пришла к тому, что надо немного поучиться у опытных педагогов, и да, я около пяти курсов прошла именно по созданию видеоконтента, по работе дистанционно, по работе в модул, и вот с этого момента я стала заниматься творчеством. Это невероятно интересно создавать такие видео, это интересно и вам, и вашим ученикам будет, но это удовольствие огромное. Я больше стала проводить время с семьей и не стала рыться в этих бесконечных сервисах и сайтах. Так что вот я надеюсь, что сегодня те из вас, кто не очень хорошо представляет, как создавать видеоконтент, но очень хочет, я надеюсь, что мы будем полезны, потому что я очень много подготовила для вас, и рекомендуем вам взять ручку, блокнот и записывать, потому что, ну, все-таки будет полезная информация. Будет полезная информация. Так, переключаю слайды. Это наша программа на сегодня. Во-первых, мы поговорим о пошаговом алгоритме создания видеоконтента и о критериях качественного видеоконтента. Я вижу, что продолжают писать и преподаватели русского, и немецкого, в прошлом английского. Слушайте, как интересно, здорово. Здорово быть с единомышленниками вместе. Окей, я продолжаю. Буду отвлекаться немножко от чата, хотя бы периодически буду туда заглядывать. Итак, пошаговый алгоритм создания и критерии. Виды видеоконтента и те виды заданий, которые мы, как преподаватели иностранного языка, можем создать. Потому что, согласитесь, друзья, что в интернете много про видео, много про дистанционное образование. Но, по-моему, никто еще не сделал что-то для учителей, для преподавателей, для репетиторов английского языка. Но говорят, что никто не сделал. Я, конечно, говорю не совсем правду, потому что сделали. Сделали, и тоже об этом сегодня пойдет речь. Мы поговорим об инструментах. Вот о том, как технически можно все это реализовать. Если у вас будут вопросы, конечно, пишите. Обязательно я буду на них отвечать по мере возможности. Но в конце моей презентации вас ждет подарок. Это карта сервисов по созданию видеоконтента. Это карта, которую мы создали с Надеждой вместе. Вот поделились своим опытом, объединили все, что знали. Ну, все не включили, конечно, но вот основное, что в начальных этапах было бы очень необходимо. Эта карта сделана так же, как моя презентация. То есть там четко будет, она идти будет четко по моей презентации. И если вы захотите создать той или иной вид контента, вы сможете просто найти эту страничку, кликнуть, нажать на иконку, и у вас откроется тот самый инструмент в интернете. То есть это очень удобно, все вот эти картиночки, они кликабельные. Но, тем не менее, их там много, там много вариантов. Поэтому сейчас вот пишите сразу, что подходит, что нет, чтобы не тратить время. Как сказала Надежда, время это очень, это невосполнимый ресурс. У нас есть семья, дети, отдых и работа. И давайте максимально себе это время экономить. Итак, вот так выглядит карта. Вы ее скачаете в конце моей презентации. А сейчас, ну, наверное, уже риторический вопрос, почему видео. Напишите, в принципе, кто использует видео. Ведь видео не обязательно должно быть созданное вами. Видео, возможно, созданное аутентично. Фильмы, я не знаю, сериалы, мультфильмы. Может быть, видео к ОМК. Кто использует? Плюсики поставьте. Кто использует, кому нравится. Вот плюсы пошли. Отлично. И Лора, и Надежда, Мария, отлично. Ну, во-первых, аутентичность. Что для нас, понимаете, критично, да, аутентичный материал. Между нами, между нашим учеником и настоящим английским, или немецким, или французским нет посредников в виде преподавателя, не носителя языка. Это возможность просто аутентичным материалом представить. Высокая информативность. И аудирование, и говорение, и куча всяких упражнений, как стоп-кадры, замораживание, когда мы можем отрабатывать различные навыки и умения. Это и контекст. Что важно, это контекст и вот это совершенно незаменимое качество видеоконтента. Я, например, у меня есть курс по грамматике английского языка, и мы отрабатываем грамматику на сериалах и фильмах, легких, конечно, на мультфильмах, но мы отрабатываем на видео. И это, я считаю, это работает невероятно. У меня мои ученицы есть, которым 70 лет некоторые, и они начинают говорить и понимают, что 70 лет они этот английский несчастный учили в школе, в университете, и с внуками. И тут они начинают понимать действительно, как это работает. Вот это все видеоконтент. Наглядность. Наглядность. Здесь можно, конечно, все законы мнемоники применить, потому что иностранное слово привязывается не к русскому переводу, что не очень хорошо, как вы понимаете, а оно привязывается к образу того, что это слово обозначает. Оно привязывается к контексту, что важно, что наш ученик вспомнит в нужный момент именно ситуацию из этого видео, именно контекст, потому что это запоминается. Плюсы идут. Здорово, здорово. И опять же, если мы говорим про мнемонику, про законное запоминание, то на втором этапе запоминания – это осознанное повторение. Посмотрел видео, и уже осознанное повторение включается. Вовлеченности эмоций. Не знаю, как ваши студенты, мои восторги от видео, и я сама честно скажу, когда обучаюсь на курсах, я даю предпочтение заданиям, сделанным в формате видео. Тексты мы не любим читать. Мы не в ту эпоху живем, не в ту эру. В эру живем продвинутых цифровых технологий, нам некогда читать. Хотя читать надо. Доступность однозначно. Я сегодня вам покажу, что делать свое видео можно бесплатно. И можно нам, филологам, гуманитариям. Это можно, это возможно, и если мы это с надеждой сделали, то вы точно сможете. Легкая усваиваемость. Это тоже сейчас покажу на слайде. После первого просмотра 59% информации от просмотра видео усваивается. Текст только 6. Для текста нашему мозгу необходимо провести некую работу, декодирование информации, создание образов. Но вот с видео это совершенно не надо. Интерактивность. Опять же, сегодня покажу, как сделать обучение интерактивным при помощи видео. И, кстати, дистанционное обучение, это вот лозунг такой, да, это обучение через действие. И видео можно сделать обучением через действие. Популярность, да, 85% трафика в прошлом году мобильного, это было видео. Поэтому все поколения любят видео, и наши ученики, это вообще-то и дети, и взрослые, и студенты, и более пожилое поколение, старшее поколение. Поэтому, конечно, колоссально. Универсальность, да, вы можете использовать это много раз. Созданное вами видео. Вы можете использовать это и в аудитории, и онлайн, и офлайн, и тоже об этом поговорим. Вот, к сожалению, этот слайд не получился, но вы теперь видите, что усваивается текст 6%, аудио 23%, там 59% будет видео. Поверьте мне на слово, слайд не виден тут, почему-то так получилось, накладка, но тем не менее, это правда. Итак, как использовать? Я вот знаю, что многие из вас в основном, да, работают оффлайн, но ведь видео используется и оффлайн, и онлайн. Смотрите, то видео, которое создаете вы, и которое создаете вы на основе аутентичного, может быть использовано в аудитории оффлайна. Я использую это регулярно в университете, и очень многие курсы провожу с оффлайн, с видео. У нас есть видеокурсы. Вы можете использовать это в репетиторских занятиях, опять же, оффлайн. Ну, просто вашим студентам, вашим ученикам будет интересно, и огонь в их глазах, и интерес, это, по-моему, самое главное. Это, конечно, вас выгодно выделить среди коллег умение делать такой контент, но и потом это просто очень интересно, правда. Онлайн, тьюторская работа, опять же, это дистанционные курсы. Я знаю, что многие хотели бы создавать дистанционные курсы, и это к нам с надеждой тоже, потому что мы это делаем, мы тоже очень любим и готовы делиться. Также, это вебинары, это онлайн, проведение онлайн занятий. Например, я со студентами, магистрами провожу очень много вебинаров, потому что они живут в разных концах света, и мы онлайн работаем, и видео очень работает в этом отношении. Итак, каковы же критерии качественного видеоконтента? Ну, смотрите, во-первых, это уникальность. Уникальность, такое понятие неоднозначное. Во-первых, должно быть уникально в плане вашей идеи необычной. Да, а преподаватели иностранных языков и вообще преподаватели, это точно творческие люди, поэтому насчет уникальности вашего видеоконтента, я даже не сомневаюсь. Она уникальна в том плане, что если вы используете это, загружаете на YouTube или на какие-то платформы образовательные типа Udemy, то вы должны использовать только свой контент, он должен быть в этом плане еще уникален, в плане авторских прав. Содержание и ценность. Обычно мы делаем короткие видео, и после каждого видео наш слушатель должен что-то уметь сделать. Поэтому вот сейчас я рекомендую сделать наш вебинар в виде небольшого тренинга. Я очень люблю тренинги в этом плане, потому что информация не забывается, а сразу идеи пишутся. Поэтому подумайте, что может быть такого в вашем предмете, что могло бы сразу, через 3 минуты какого-то объяснения, привести человека к уже выполнению задания. Пусть это будет утвердительная форма в каком-то времени образования. Дайте ее, человек сможет уже реализовать. Во-первых, это чувство удовлетворения от того, что ты посмотрел и ты смог. Поэтому видео коротенькие, но они должны работать на практику обязательно. Качество. Я вот пытаюсь разрушить стереотип, что хороший курс – это дорогой курс. Неправда. Хороший курс может быть сделан бесплатно совершенно. Качество подразумевает качество материала, вашу идею, ваша уникальность, ваша идея. То, как вы с программами работаете, то, как вы голос накладываете, то, как вы структурируете курс. А мы это умеем, потому что мы методисты все, мы преподаватели. Простота и длительность. Мы должны, конечно же, вот будем говорить сегодня о разных видах видеоконтента, не забывать, что говорим все простым языком, потому что обычно наши зрители находятся дистанционно и не могут нам задать вопрос никакой, перефразировать, они не могут просто это сделать. Поэтому если онлайн – простота, длительность. Конечно, если мы находимся в офлайн, в аудитории, мы смотрим и длинные видео, новостные видео со студентами, и по 30 минут бывает работаем с видео. Но если это дистанционка, пишите 3 минуты, не больше, 3-5 минут, больше внимания вы не удержите вашего слушателя. Лучше сделайте много коротеньких видео, да, много коротеньких, но длинные не надо. Структура однозначно должна быть логика, а идея в каждом видео должна быть одна идея. Вот запомните это правило – одна идея, только одна. 3-5 минут и одна идея. Интерактивность и элементы тренинга. Сегодня тоже я расскажу на примерах видео, как каждое видео можно сделать интерактивным. Интерактивность – обеспечить ваш контакт с вашим зрителем. Несмотря на то, что вы можете работать дистанционно, вы можете сделать любое видео дистанционным. Если эти качества понятны, чтобы вы были бодры и не заснули, я буду просить вас периодически ставить плюсики. Если все понятно, если согласны, то ставьте. И параллельно, друзья, если что-то новое, пишите, потому что если не писать, то завтра это как лента новостей в соцсетях, забудется все, пишите, потому что я хотела бы, чтобы после нашего сегодняшнего с надеждой вебинара завтра уже вы создали свое первое видео. И вы сможете, это 100%. Итак, способы создания учебного видео. Перед вами то оборудование и технические моменты, которые вызывают в нас страх. Ком вызывает страх? Камера, веб-камера, программа, микрофон, видеоредактор. Кому страшно вообще это? У кого это проблема? Для кого это препятствие в создании видео? Для меня лично было, что камера. Я совершенно не нравилась себе, то, как я выглядела в камере. Мне было жутко просто. Мне было страшно от своего голоса. Но это явление временное. И вот мы, кстати, с надеждой готовы вас научить, как все это исправить. А можно использовать мобильный телефон? Да, и об этом пойдет речь. Не то, что можно, а нужно использовать мобильный телефон. Это вообще идеальный инструмент. Конечно, подразумевая веб-камеры, я, конечно, подразумеваю, говоря о ней, я подразумеваю мобильный телефон. Сначала была проблема, Лариса пишет, лебедева камера. Как выглядишь испуганно? У меня есть куча секретов для девушек, для женщин, как выглядеть хорошо. Ну, я надеюсь, что я хорошо выгляжу в камере. Но есть некоторые секреты, как сесть, как свет расположить. Мы тоже вот этому будем вас обучать. Окей, поехали дальше. То есть веб-камера, программа. Кстати, немножко посложнее. Микрофон, наушники, кстати, не обязательно. У вас может быть... Я вот сейчас пользуюсь... Ну, вот смотрите, гарнитуры, самый простой от айфона. И я пользуюсь камерой. Она у меня, правда, HD, высокого разрешения. Но камера это в моем ноутбуке. Она не суперхорошая. Ну, камера обыкновенная. И, по-моему, у меня хорошо видно. Спасибо, Лариса, за комплимент. Видеоредактор уже посложнее. Но на первом этапе вам достаточно иметь просто камеру в своем компьютере и просто умение работать в нескольких программах. Итак, виды учебного контента. Сейчас про виды, а потом уже пошагово, как это делать, как ими пользоваться. Итак, промо-видео. Что мы можем сделать именно обучающего? Я сейчас не говорю о рекламном видео, хотя то, о чем я сегодня буду говорить, подходит и для рекламного классного видео. Но для учебного промо-видео. Видеолекция веб-камеры. Видеолекция с презентацией. Просто видеолекция съемки. Вебинар. Говорящая голова. Интерактивное видео, демонстрация, видео, анимация, видеоредактор. Это я сейчас так быстро говорю, потому что это общая картина, чтобы вы увидели, какое количество видео вы можете научиться делать. Буквально за месяц. А сейчас о каждом немножко подробно расскажу. Итак, съемка веб-камеры. Во-первых, видеолекция без презентации. Ну, если, смотрите, какая-то информация, которая не требует никакой, никакой визуальной поддержки, да, достаточно того, что вы говорите. Вот сейчас, например, я рассказываю про то, как возможно пользоваться этими инструментами. Я даю некую вступительную речь. И в принципе, визуальная поддержка здесь не критична. То есть, если вы что-то говорите теоретического характера, то можно это сделать на веб-камеру. Но отдача будет лучше. Это доказано психологами статистически, что если вас ученик видит, вот ваше изображение, то у него степень доверия больше и обучаемость лучше. Дальше видео лекция с доской. Я так начинала, и даже иногда этим занимаюсь. Я, конечно же, тоже работаю тьютером, периодически занимаюсь онлайн, не только в дистанционном плане, в дистанционных курсах. У меня есть ученики, которыми я занимаюсь индивидуально. У меня есть небольшая доска, и большая доска, огромная. Так вот, небольшую я ставлю буквально вот здесь, да, вот здесь. И пишу на ней маркером какие-то тезисы. И это работает. Все-таки визуальная опора нужна. Камеры, вот веб-камеры достаточно. Промо-видео приветствия уже говорили. Я вот сейчас, вот то, что я сейчас делаю, это может быть промо-видео приветствия. Я уверена, что вы все создадите, ну не все, но большинство создадите свои дистанционные курсы, и вам надо будет сделать промо-видео. Видео-лекция с тезисными врезками. Вот смотрите. Видео-лекция с тезисными врезками. И здесь есть, и здесь, как вы видите, есть ножницы. Здесь есть ножницы. Так, сейчас. Сейчас, момент один. Я пытаюсь. Вот, есть ножницы. То есть это требует работы с видеоредактором. То есть это немножко сложнее. Поэтому тезисы, которые возникают во время просмотра видео, знаете, идет видео, и какая-то идет информация сбоку. Вот здесь надо либо в PowerPoint хорошенько поработать, да, либо надо сделать в видеоредакторе работу. Спасибо, Надя. Спасибо большое. И видеословари. Первый вопрос, конечно, а вообще есть ли в моем ноутбуке и в моем компьютере камера? Кстати, такой вопрос многие задают. Но если вы общаетесь в скайпе и вас видят, то, значит, камера есть. Но включить ее не так просто, да, вот, например, там в макбуках это легче, в Windows, в Microsoft это труднее. Но вот внизу, как вы видите, внизу, вот, я показываю стрелочкой, есть ссылка. Эта ссылка, она онлайн ресурс, включив который вы без всяких программ дополнительных сможете уже сегодня вечером сделать свое видео. То есть если не знаете, как работает ваша камера, потому что иногда надо провести некие манипуляции в компьютере, чтобы ее запустить, ну, мы об этом тоже рассказываем с надеждой, но сегодня не успею точно. Берите вот эти ссылочки, пользуйтесь вот этими ссылочками, и у вас будут слайды, вы сможете потом, конечно, и к ним вернуться. Спасибо, Надя. Спасибо, Надежда. Просто включаете эти программы, запускается уже ваша камера автоматически, и вы начинаете снимать видео. То есть, это вот так работает. Есть некие тонкости, их очень много, вот эти секреты, как работать на камеру. Вот сейчас, наверное, вы видите, сзади меня тень. Вот если вы снимаете видео, запись ведете, то это плохо, тени быть, конечно, не должно. Но у меня есть для вас некие секреты, потому как выставить свет. Вот слушайте внимательно, никому не рассказывайте, чтобы ваше видео было лучше, и вы там были самой красивой, и самый красивый. У нас есть мужчина еще. Делайте съемку в первой половине дня до трех часов в пасмурный или не в очень солнечный день сидя перед открытым окном. То есть, штору убираем, садимся перед открытым окном, ставим камеру и снимаем себя. Я чуть позже покажу, как это выглядит. И даже не зная, как выставлять свет, у вас будет просто сногсшибательное видео, и вы будете отлично выглядеть. А дикция? Ну, надо работать с дикцией. На самом деле есть очень много упражнений, они такие смешные, интересные. Я не буду их сейчас показывать, потому что это вызвать вот кучу смайликов, но это весело во всяком случае. Поза. Ну, обычно сидят вот так, да, в полуборота. Так считается, что вы выигрышнее выглядите. Ну, вы выберете свою позу, да. Голос и паузы. Есть, конечно, разные тонкости работы с голосом. Это тоже важно, чтобы голос был красивый такой, да, но эта ссылка не работает, говорит, что страница не найдена. А я потом брошу еще. Сейчас не буду искать эту ссылочку, да, работала. Сегодня утром работала, я все проверяла. Возможно, последнее слово, лишнее. Вот на ру, наверное, надо и остановиться, да, но я потом вам ее обязательно брошу в чат. Итак, паузы. Когда делаете видео, делайте паузы, потому что если потом будете работать в видеоредакторе, сможете легко нарезать. Положение в кадре, ну, или по центру, или немножко правее или левее для разных врезок текстовых. Жестикуляция. Не жестикулируйте много, потому что камеры в ноутбуках не очень качественные, и это будет некрасиво выглядеть. Ну, это пример просто одного из моего промо-видео. Ну, вот видите, это очень просто. Взять и снять себя на камеру. Я сижу сейчас перед открытым окном, в пасмурный день, и у меня нет никакого света. Это солнечный свет, основной свет солнечный. А это как раз-таки пример, друзья, это пример вот, опять же, врезки. Это пример врезки. Сейчас я выберу красный цвет, красивый. Это пример врезки, но это уже на этапе монтажа идет, но это достаточно, ну, сложный момент. Я об этом сегодня буду рассказывать немножко, но это в дальнейшем вы можете перейти к этому. Вообще это очень наглядно, да. Ну, основа ваша съемка камеры. Следующий этап, это следующий вид, это съемки прямого эфира. И это тоже очень просто на начальном этапе. То есть вы можете снять свою видеолекцию или свой коротенький видеоурок, даже с презентацией. Вы сможете редактировать. Вот интересно, напишите себе, кто не знает этого, что в YouTube есть такая кнопочка «Улучшить видео». И если у вас есть канал, и вы туда загружаете свое видео, то нажмите на кнопочку «Улучшить видео», и вы столько всего сделаете со своим видео. Даже можете обрезать его и звук, добавить и изображение, и субтитры, и даже интерактивность. Вот даже интерактивность. А вы тут же размещаете его на YouTube, и у вас есть готовая ссылка. И снимаете вы это тоже без какой-либо программы, а просто запустив YouTube прямой эфир. Прямой эфир. Делайте себе пометочки, потому что, ну, я надеюсь, что мы будем еще общаться, будем еще встречаться. Если что-то непонятно, вы можете написать, спросить, и еще кое-как у нас спросить. Я потом расскажу, как. Вот если поподробнее эту информацию. Итак, все понятно? Чтобы не спали, потому что уже вечер, ставьте плюсики. Если засыпаем, пьем чай, кофе, бодримся, потому что я очень долго готовила к этой презентации и очень много подготовила. Окей, съемка видеогида. Наверное, вы понимаете, что такое видеогид, это когда вы открываете YouTube, и какой-то дядечка-компьютерщик очень непонятным языком нам рассказывает, как нам что-то включить. Кликните сюда, и мы видим его экран. Вот видеогид, это когда ваши ученики видят на видео ваш экран. Да? Видят ваш экран, и вы показываете буквально, что, как делать. Я использую видеогиды очень много. Во-первых, смотрите, гиды по работе программ. То есть, ну, мы же просим наших учеников работать в программах для флешкарт или работать в словарях, и им всегда очень трудно, как с словарем работать, как с этими карточками работать. Чтобы не было никаких невыполненных домашних заданий, делайте им гиды по работе программ. Даже офлайн это работает очень хорошо. Объяснение домашнего задания. Вот уж это действительно, у кого, у кого студенты, ученики не очень-то хорошо делают домашнее задание, и всегда есть оправдание. А я не понял, как это делать, а вас беспокоить не стал. У меня такое есть. Но я себе, видео-гид по программе для работы, ага, Надежда параллельно присылает вам в чат ссылки на те видео, которые мы делали, как примеры. Вы сейчас их, пожалуйста, не смотрите, чтобы не отвлекаться, а потом просто можете их копировать, наверное, на надежду. Мы потом, наверное, и пришлем эти ссылки в виде какого-то документа, да, и вы сможете все это посмотреть уже, когда будет время. Окей. Но параллельно, да, надо чат, конечно, давать. Чат параллельно, наверное, надо, может кто-то будет успевать. Итак, объяснение домашнего задания. Что сделать, как? Это действительно работает и офлайн, и онлайн, в работе офлайн, и онлайн. Вот что я люблю. Комментарии к текстовому домашнему, к текстовому документу или к домашнему заданию. Кто любит проверять бесконечные сочинения студентов или учеников и писать им там их ошибки, исправлять что-то? Рука иногда даже болит, вот ты пишешь и пишешь им, комментируешь и комментируешь. У кого такая проблема есть? У меня есть, потому что студентов много. Работы они пишут много, эссе какие-то, да, например, там, подготовка к ЕГЭ, это бесконечное сочинение. Так вот, достаточно потратить, вот я вам действительно говорю, две минутки, ну, в зависимости от того, насколько двоечник ваш студент, иногда и 10 минут надо потратить на видео. Но я трачу буквально там 2-3 минуты, просто показываю, показываю своим студентам, смотрите, смотрите, вот здесь ошибка, здесь надо изменить на это, вот здесь такая-то ошибка. Конечно, я не напишу всего того, что хочу рассказать ему. Это работает, кстати, и онлайн в дистанционном образовании, и со студентами я также работаю. Мне нет времени писать каждому эти бесконечные петиции по поводу ошибок. Демонстрация, демонстрация стратегии, выполнение заданий. Ну, допустим, мы описываем на первом курсе картинки со студентами, они готовятся к международному экзамену, да, и я должна им показать детали картинки, что им, вот какую деталь этой картинки надо описать. Я легко это делаю, вот просто сделав видеогид. Как делать видеогид, тоже расскажу. Сегодня все будет, не спешите. Это пример, я сделала просто фотографию экрана, да, это пример разбора фильма. Мы разбирали фильм, вот сбоку писали там грамматические разные паттерны, конструкции, тут разговорную лексику. Я дала им задание посмотреть кусочек фильма. Это нулевички у меня были, но это дистанционный курс был, и я им послала просто, когда они уже выполнили задание, просто комментарии, как у них должно было выглядеть задание, и все понятно, я все комментирую, они меня слышат, не надо ничего печатать и писать. А это вот пример интерактивных, вот есть такая программа, тоже она есть в нашем с надеждой, тоже эта программа есть в нашем с надеждой карте, для создания интерактивного видео. И вот эта же программа ThingLink, она для создания интерактивных изображений. И вот здесь, например, мы работаем с лексикой, и вот здесь мы тоже, это я сделала видео-гид такой, и мы здесь со студентами, мы здесь с ними обсуждаем всякие слова, я произношением говорю, как это можно употребить, то есть очень плодотворная работа. И дальше идет король всего видео для преподавателей иностранных языков. И я думаю, что если вы преподаете в школе, или вы преподаете в университете, если это не прикладное творчество, если это достаточно сложный материал графический должен быть, то вот это король видео, это съемка скринкаста. Кто знает, может быть, что такое скринкаст? Скринкаст, это когда вы включаете презентацию на экране своего компьютера и параллельно при помощи определенной программы включаете запись экрана. То есть ваши ученики в результате видят презентацию, как вы ее листаете, как вы что-то показываете на ней, а вы даже видео можете включить туда. Они видят ваш экран, потому что он снимается определенной программой, и они слышат ваш голос. Посмотрите, видят презентацию, они видят то, что на ней происходит, и слышат ваш голос, слышат ваши комментарии. То есть видео лекции, видео уроки, коротенькие, однозначно вы делаете. Визуальная опора любая. Вы можете включить туда видео, можете включить изображение, можете включить анимацию, все что угодно можете включить. То есть это, по сути, экран вашего компьютера. И мы просто ведем запись экрана вашего компьютера. Я использую это огромное количество. У меня около где-то 230 учебных видео. И больше половины из них, одна половина это анимация, вторая половина это скринкасты. И так дальше. Разбор фильмов. Кто делает разбор фильмов? Мультфильмов, фильмов, сериалов, на том языке, который вы преподаете. Кто занимается разбором фильмов? Я обожаю делать разбор фильмов, обожаю работать с интенсивными материалами. Так вот, разбор фильмов можно делать тоже при помощи скринкастов. Я сейчас покажу, как это делается на экране. Светлана Адаменко делает. Отлично. Ну что же еще может быть лучше, чем сделать комментарий к фильму? Да, даже для школьников. Вообще для школьников это замечательно. Иногда, Рената. Окей. Обзор курса. Ну понятно, когда вы создадите свой курс, а я уверена, что вы создадите, и мы будем еще вместе на конференциях выступать по поводу ваших курсов, то обзор курса однозначно. Как работает, что вот на этом курсе, где какие кнопочки, да? Видеозапись урока. То есть вы можете, в принципе, включить видеозапись урока, как тоже расскажу сейчас. Картинка в картинке, когда, ну тоже сейчас покажу, это надо наглядно смотреть. Обязательно наличие презентации или наличие какого-то визуального, визуальной какой-то поддержки. И самое главное, что вы можете презентовать сложный материал. Но для преподавателей английского языка, как вы понимаете, сложно не только английского, конечно, и любого иностранного языка. Для преподавателей химии, тем более химии и физики, показывать схемы, графики, комментировать их. Вот в иностранных языках показать, как вспомогательный глагол куда прибегает, как окончание меняется. А это можно сделать при помощи скринкаста очень красиво. На доске все равно так не будет выглядеть, это не будет так красочно и так наглядно. К тому же вы можете не повторять это одно и то же много раз, а просто один раз снять и потом использовать. Если все понятно, ставим плюсики. Если скринкасты, можете лайки ставить, если скринкасты будем делать. Ставьте лайки. Отлично, Людмила, Людмила. У нас много Людмил. Лариса, Раиса, Светлана. Здорово. Мужчин не вижу. У нас есть мужчины. Поэтому давайте тоже нам покажите, что вы с нами, что вы слушаете. Отлично. Это пример того, как в моем курсе, у меня есть курс по технике полиглотов. Мы изучаем техники полиглотов на практике. Вот я рассказываю студентам, как работает наш мозг, как работает наша память и как мы запоминаем информацию. Кстати, я очень вам рекомендую вот эту картинку своим ученикам тоже. Видите, это не я придумала, это лингвист придумал один. Это то, как поступают, видите, слова в наш мозг и на каких этапах они забываются. И вот на каких этапах надо повторять лексику. Я все это рассказываю при помощи своего компьютера. То есть у меня поэтапно возникают какие-то элементы. И я рассказываю, как это делается. Я делаю это раз. Я сделала это раз. И теперь мои ученики все этим пользуются. И ведь это очень важно, чтобы знать, как запоминать. Это очень наглядно. Это видеоразбор фильма. Смотрите, я сделала презентацию, обыкновенную презентацию в PowerPoint. Поместила туда первое, ну вот такой листик с лексикой. Второе, поместила туда фильм. Прямо перетащила туда фильм. Ну, сынку Пеппу. Может быть, кто-то работает со сынкой Пеппой. Мы работаем с начальным этапом, когда на левики. Я включаю свинку Пеппу, идет мультик. Параллельно идет какая-то новая лексика. И я потихоньку ее начинаю объяснять, предложения давать с этой лексикой. И затем мои ученики могут дома все это просматривать много раз и работать с этой свинкой Пеппой. То есть вот здесь на самом деле такая шкала, чтобы видео останавливать, заново перематывать. Если в скринкастом все понятно. Теперь говорящая голова. То, что вы сейчас видите, это говорящая голова. То есть вы видите презентацию, которую делает преподаватель. Вы слышите его голос. Вы видите видео. Но вы еще видите его изображение где-то здесь вверху. Или здесь. Да. Почему это хорошо? Потому что, во-первых, материал также можно давать очень сложный. Можно делать видеогиды. Требуется съемка веб-камеры. Да, но очень важно, что они вас видят, ваши ученики вас видят. И есть эмоциональная связь. А это очень важно, видеть вас периодически. Но вот предупреждение. Вот кто не делает такие видео, то отметьте себе. Нельзя этим видео очень злоупотреблять. Потому что, если вы делаете длинную курс или серию видео, то каждый раз ваше изображение, оно будет отвлекать зрителей. Оно будет отвлекать. Он будет неизбежно смотреть на вас. А преподаватели обычно красивые дамы. Ну, и не только дамы, да. И поэтому будете отвлекать внимание своих зрителей. Поэтому вот очень много вот таких говорящих голов быть не должно. Ну, просто в меру, да. Но в начале курса я считаю, что это необходимо, чтобы с вами познакомились, чтобы к вам привыкли. Вот, к примеру, вот видео «Говорящая голова». Смотрите, я объясняю порядок слов в английском предложении. Вот это все, что вы здесь видите, на самом деле оно появилось с чистого листа. То есть постепенно я включаю все эти элементы. Постепенно. Потому что я делаю просто скринкаст. Но меня тоже видят и видят мои эмоции, видят какие-то, не знаю, можете пошутить в видео. Вообще ведите себя естественно, когда снимаете. Не будете сделать ошибок. Все мы люди. Это наоборот, наоборот, это какую-то эмоциональную связь порождает, мне кажется. Поэтому не бойтесь даже ошибки делать. Вебинарная комната. Вот сейчас мы с вами видим мою презентацию, нашу с Надеждой презентацию. Затем это видео будет, оно записывается, да. И затем вы сможете нарезать это видео, послать своим ученикам, тоже сделав просто одну презентацию. А сколько уже материала для того, чтобы работать. А что это значит? Значит, время свободное, чтобы общаться с семьей больше. Время, чтобы путешествовать больше. Потому что вы только один раз рассказываете этот материал. Главное научиться это делать и подготовиться. Ну, то же самое, я не буду тут комментировать, потому что видео лекции сложный материал и записывается во время вебинара. И, кстати, когда вы записываете вот говорящую голову, когда вы записываете на вебинаре, вы имеете право делать ошибки. Даже немножко там заговориться как-то, да, не то слово сказать, тут же и справиться. Потому что, ну, это живое общение. В этом плане вот безупречности быть не должно. Я тоже сейчас ошибаюсь, да, что-то там произношу по два раза. Но ведь это живое практически общение, поэтому это возможно. Если вы снимаете уже скринкаст, то, конечно, здесь ошибаться нельзя. Окей. Интерактивное видео. Кто любит интерактивное видео, ставьте плюсы. Пока я езжу плюсы, вопросы читаю. Я сделаю из этого видео одно и не буду нарезать. Спасибо, Надеюсь. А не тяжело говорить только в камеру без обратной связи. Ну, вот сейчас я говорю в камеру без обратной связи, но я вижу вашу обратную связь, да. Мне нетрудно говорить, потому что, ну, вот я не знаю, когда вы проведете первый вебинар, а я уверена тоже, что вы проведете, вы начнете чувствовать свою аудиторию. Я верю, что я чувствую вас, и я верю, что то, что я говорю, вам понятно. Поэтому если же это видео, если это видео, то в том-то и дело надо делать коротенькие видео. Тогда точно поймут, потому что одна цель должна быть в видео, одна идея. И структурируйте свой материал так, чтобы было понятно, чтобы немного всего было. Тогда поймут, тогда точно поймут. Но если вы делаете свои дистанционные курсы, то обратная связь сейчас, это обязательно, потому что, конечно, что-то могут и не понять. Но, в принципе, можно научиться и делать это настолько понятно. Просто принцип во всем этом, во всей этой работе дистанционный, мультимедийный, максимально понятно объяснить. И не надо много разных эффектов на видео. Да, Надя, Надежда, правильно, не нужно эффектов. Вообще, я призываю не очень-то заморачиваться с эффектами, потому что это только отвлекает ваших учеников. Для развлечений иногда да, но, поверьте, вот скринкасты это достаточно. У меня есть курсы, которые только на скринкастах построены. Отзывы замечательные. Но мы вернемся к интерактивному видео. Я вижу кучу плюсов. Видео с интегрированием заданий, опросов, ссылок, кейсов, тренажеров. То есть создание нелинейного контента. Это значит, что вы берете чужое видео, пусть даже аутентичное. Фильм, сериал, неважно какое видео. Ну, не ваше, любое, ссылка из Ютьюба, берете видео. И вы можете при помощи определенных инструментов вставить туда все, что хотите. Например, мне очень не нравится, когда я даю задание студентам посмотреть видео, например, новости. Они смотрят его, выписывают три выражения, а должно быть там, допустим, 10 или 15, и говорят, а мы больше не услышали ничего такого важного. А я знаю, что они должны были услышать. Тогда я делаю следующим образом. Наверное, я. Сейчас. А я делаю следующим образом. Вот смотрите сейчас внимательно. Смотрите внимательно. Вот это видео, которое загружено в одну программу, секретную, но мы вам расскажем, какую. Тоже расскажем. То есть это просто ссылочка из Ютьюба. Это видео «What is art for?» про искусство. Это для моих студентов. Я загрузила. Потом достаточно, ну, не скажу, что это очень элементарно, но это несложно. Я просто в это видео ставлю вот такие маячки. Смотрите, вот они маячки, вот они маячки. Ну, это не трудно делать, ставить маячки. Вообще, это не труднее, чем общаться, наверное, в соцсетях. Может быть, немножко труднее, но в принципе это постижимо. Я ставлю такие маячки. И вот теперь слушайте. Как только доходит видео до определенного маячка, я вставляю туда ссылку на флеш-карты, просто на другом совершенно сайте. Вот ссылкой вставляю. Я туда могу вставить вопрос. То есть вот он посмотрел видео, дошел до определенного момента, я ему говорю, вот эти, вот это, у него обеднякает окошко, и он, и там написано, ты должен, или вы должны изучить вот эти флеш-карты. Он идет, изучил флеш-карты, только тогда продолжает. Или возникает, как вот сейчас вы видите, вопрос. Ответьте на вопрос. Мой студент отвечает на вопрос. И смотрите, какое чудо. Мне приходит ответ. Я вижу, во сколько он отвечал, сколько попыток он сделал при ответе, какие он ошибки сделал. Ну и, конечно, что он ответил. То есть это все можно сделать в программах. И не надо печатать, потому что, ну вот я раньше печатала вот эти бесконечные списки слов, вопросы по видео. А теперь я точно могу дать видео, вмонтировать туда все вот эти элементы. И я точно знаю, что когда я хочу, чтобы он ответил на этот вопрос, он ответит. Когда закончится смысловый блок, он увидел вопрос, и он ответил. Когда я хочу, чтобы мой ученик новую лексику узнал, мне не надо ему ничего печатать. Он просто доходит на флеш-карты и, к тому же, еще работает с этими флеш-картами. Нравится такой ресурс, друзья? Сказать вам его название? Да, да. Ну что, Надежда, скажем? Вот оно его название, Визия. И это, друзья, можете даже пометить себе, это тоже, вот это вот, вот то, что вы сейчас видите, это ваша, это ваша карта, карта сервисов. Я просто фотографию сделала, да? Вот эта программа, Визия. Возможно, сначала будет трудновато, возможно, я не скрою, но научиться этому можно. И вообще, как вы видите, презентация идет быстрее меня. Так, окей. И вообще, таких сервисов несколько, и, ну, собственно, вы сможете попробовать, да, с ними поработать. Возможно, не сразу, потому что, наверное, сразу будет сложно все это охватить, но тем не менее. Надежда, я прошу вас, остановите мои презентации, потому что какая-то невидимая рука их листает очень быстро. О, все, остановились, стоп. Магия, магия онлайн, да? Анимация. Ну, я думаю, что здесь даже не надо спрашивать про анимацию, потому что, конечно, мы все любим анимацию. Это и видео лекции, и видео инфографика, и скрайбинг. Надежда, вот сейчас пример послала в чат. Это и мультфильмы, и создание кейсов, и истории, видеотренажеры. Я могу вам сказать, что у меня есть курс для путешественников, потому что я большой ученик-путешественник, и делаю курс для путешественников. И делаю его весь анимированным. То есть, я не просто рассказываю, как вести себя у чекин-деск, как вести себя на стойке регистрации в самолете, в ресторане. Я сделала мультфильмы. То есть, мои ученики видят, как парень и девушка сидят в ресторане или в кафе, как они разговаривают, они все это слышат, они видят текст, но они даже видят фон, что это ресторан. Они слышат звон посуды, они только запах не чувствуют, что это в ресторане. Поэтому, на самом деле, анимация работает. И, конечно, это максимальный эффект присутствия. Это разрушает языковые барьеры. Когда мои ученики едут отдыхать, допустим, они уже как бы прожили это все. Не на бумаге, не черно-белый какой-то текст. Они прожили это реально в мультфильме. Кстати, можно делать и тренажеры, и это мы можем научить. Вот программы, которые можно использовать. Это не все программы. Хорошая программа... Вот сейчас я включу. Хорошая программа... Видите же мою стрелочку, да? Go animate. Хорошая программа, вот, Biteable. My simple show. Да все программы хорошие. Какими-то пользуется Надежда, какими-то пользуюсь я. Мы вот с ней объединили просто все свои ресурсы, да? И вот лучшие для вас выбрали. Лучшие для преподавателей иностранных языков и вообще для преподавателей. Вот сейчас вы видите примеры. Сейчас вы видите примеры. Надежда, напишите мне, если стрелочку видно, потому что это волшебная кнопка для рисования, и у меня пропала. Ну, хотя бы стрелочка. Вот сейчас вы видите примеры. Вот программа замечательная, Poutune. Да, я нажимаю. Я вижу зеленую. Я вижу зеленую. Да, надо положить указку. Надо положить указку. Я не буду сейчас тратить время, потому что это не получается. Она у меня не активна, просто кнопка. Я думаю, что... Надежда, давайте вы будете мне помогать. И будете мне... Что-то мы выключили. Ничего страшного. Да. Конечно. Конечно. Ну, я думаю, вы мне поможете, просто вы же понимаете, о чем я говорю. Наши общие ресурсы. Итак, программа, смотрите, друзья, Poutune. Программа Poutune. Вот Надежда, кстати, специалист по анимации, вообще большой специалист в плане видеоконтента, но поэтому особенный. Я тоже обожаю это. То есть есть библиотека героев, есть библиотека эмоций, есть библиотека фонов, есть библиотека вообще всего, чего только можно. И поверьте, что если вы для себя эти программы откроете, то ваша семья вас долго не увидит, потому что это так захватывает. Невероятно. Так, это вот примеры программ. Надежда продолжает в чат, вот я вижу, бросать нам ссылочки. Вот это пример скрайбинга. И мы, если вот все понятно по видам видео, напишите, кто выбрал для себя вот уже сейчас, кто вообще готов работать уже с завтрашнего дня и готов вот все это творить и создавать. Кто выбрал уже для себя видео, которое точно хочет сделать. Можете даже написать, какой. Я Лора Кравченко. Угу, я Лора Кравченко. Лариса Лебедева плюсик поставила, отлично. Пишите все себе. Я всегда на вебинарах все пишу сразу и тут же идею набрасываю. Потом некогда будет. Ольга Круть, Валентина Степанова, Светлана Адаменко. Анимация, отлично. Возможно, анимация это несколько сложный момент. Для начала, возможно, и нет. Кому как понравится. Хочу в Пауту. Ну, отлично. Отлично. Окей. Итак, этапы создания обучающего видео. Вы не устали? Вам перерыв не надо делать? Я выпью, пожалуй, немного чая, друзья, если... Не устали. Отлично. Я обещаю, что загружу вас сегодня информацией полностью. Но по-другому не могу. Итак. Прежде чем я буду говорить об этапах создания видео, мы должны понимать одну концептуальную вещь. Когда вы начинаете создавать первое видео, думайте на 10 шагов вперед. Потому что, поверьте, когда вы создадите первое видео, когда вы создадите первое видео, вам захочется делать продолжение. В результате это выведет вас в курс. В видеокурс, а может быть, в дистанционный видеокурс. Поэтому думайте о такой вещи, которая называется MVP. Minimum Viable Product. Минимальный жизнеспособный продукт. А вот ваше видео, это должно быть не верхняя строчка, да, не верхняя строчка. Надя, прошу вас, вычеркните верхнюю, верхний рисунок. Ваше создание видео должно быть... Ну, я пытаюсь, окей. Ваше видео должно быть нижняя строчка, да, нижняя полочка. Смотрите, видео ваше должно быть не колеса, потом кузов, потом там багажник. Нет, каждое видео, которое вы делаете, должно быть немножко законченным, но дающим перспективы для дальнейшего развития. То есть это велосипед, мопед, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, там, самолет потом. Потому что это очень, на самом деле, интересно, потому что постепенно вы создадите целый курс благодаря этому. Просто надо подумать, с чего начать, да. Это должно быть что-то минимальное, но в то же время законченное и дающее перспективу. Двигаемся дальше. Итак, перед вами этапы. Сейчас мы по каждому этапу пройдемся. Вы себе пишите прям название этапа, мы сейчас начнем с самого первого этапа. И я вам расскажу, что на этом этапе надо делать. Поэтому, если сейчас хорошо послушайте внимательно, то завтра уже можете с утра приступать. И присылайте свои видео, кстати, в «Надежда» замечательный канал, где она все это публикует, здорово будет посмотреть. Итак, первый этап. Этап идеи или мозгового штурма и теста оборудования. Это этап подготовки. Что касается теста оборудования, я вам рекомендую, если хотите снимать свое видео, просто включите скайп, если работает, окей, видео есть. Зайдите по тем ссылочкам, которые есть на съемку видео. Они работают, они с утра 100% работали. Я ее потом еще прикреплю в чат ссылочку. И, может быть, вы запустите свою программу для камеры, потому что вот это все легко на самом деле делается. Возможно, вы сможете это сделать или попросите мужа или кого-то, кто разбирается в этом. Но достаточно вот этих онлайн программ. Тест оборудования сделали. Посмотрели, что микрофон работает нормально. В принципе, все хорошо. Идея. И вот начинается процесс творчества. То, что мы любим, то, что наше. Вы начинаете генерировать идеи для вашего видео, потому что вы-то думаете наперед, что дальше будет, когда вы это видео снимете. Вы будете другое видео снимать, следующее, продолжение. И вы начинаете делать мозговой штурм. Но обычно кто-кто делал когда-нибудь мозговой штурм перед началом какого-то важного дела? Например, путешествие или создание какой-то программы. То есть обычно это кусочки стикеров, бумаги, разбросанные по всему дому с какими-то записями хаотичными. И потом надо целой вечность, чтобы это все как-то рассортировать. Вот у меня так, например, раньше было. Потом я для себя открыла замечательную программу, которая называется, в моем случае это было OneNote. Это фиолетовое вот окошко. Это блокнот электронный. Но здесь представлено и в вашей карте сервиса будет представлено три блокнота. Даже вот я здесь четвертый, пэдли отключила. Это электронные блокноты, которые можно загрузить даже приложением с телефона. И вы всегда сможете... Вот нашел интересную ссылочку, бросил ее туда, нашел интересную фотографию. Просто перетаскиваете. Это записная книжка, которой можно просто перетаскивать любые виды информации. Видео и аудио, и ссылки, и рисовать там, и выделять все. И еще вы можете открыть доступ к этому блокноту. И вот мы с Надеждой, например, вот создавали наш замечательный курс. И мы работали вместе. И мы работали в Google документах. И в OneNote работали. Она что-то нашла интересное. Я интересное нашла. И мы, так как имеем общий доступ к этому, мы видим, что мы находим. И я вижу, что она нашла. Она видит, что я нашла. И мы можем комментировать. Это очень совместную работу. Очень в плане времени. Это выигрышно очень. Я сейчас вам покажу, как это работает. Кстати, вот пример. Смотрите. То есть вы видите, что сбоку, как в блокноте, идут вот такие вот разноцветные штучки. Такие, да, как стикеры. Это разные блокноты, которые у меня. То есть я в этом блокноте все храню. Начиная от рецептов, там, каких-то дел, которые мне предстоят, заканчивая какими-то программами, курсами. Вот все у меня в одном месте. И в телефоне это все загружено. Вы можете делать разделы, можете делать странички. Вот перетаскиваете, пожалуйста, PDF. Можете писать что-то тут, рисовать, проверять работу своих студентов и делать им тоже доступ. У нас не тот слайд. Я не вижу. На каком мы слайде? Мы на слайде, где написано, где OneNote. Написано Past. Мы находимся на слайде. А вот на этом слайде. Давайте вектор. Теперь не видно блокнот. Ну, непонятно, не видим. Так что делаем. Давайте, Надежда, выключите. Я скажу, когда остановится. А дальше. Вот мы говорим про OneNote. Да, OneNote. Все, здесь мы остановились. Все, главное, что не трогаем синхронизацию, иначе идет листание слайдов. Итак, мы находимся на слайде, мозговой штурм. Вот сейчас, видите блокнотик такой? Блокнотик, видите? Не трогаю. Не трогаю. Да, мозговой штурм. Мы находимся на слайде блокнот. Вот вы должны видеть, как бы, такой листик, как от тетрадки, и куча всего там набросано на этом листике. Да, стикерная доска, блокнот, все правильно. Да, все правильно. То есть, вот, конечно, вы можете сделать закладки для, на этом этапе в браузере, но как подписать, вот что к чему относится. Делать это в вордовском документе вообще просто невероятно, потому что все надо подписывать. Здесь просто делайте разделы, и вот на этапе подготовки к видео вот это очень хорошо работает. Следующий слайд написано, структурирование ментальной карты. Вот сейчас вы должны увидеть, структурирование ментальной карты. Сейчас видим. Разве нет? Не видели, не видим. Надежда, помогайте нам. Сейчас, да, видим. Структурирование ментальной карты должно быть. А так видим, структурирование ментальной карты. Да, просто видите, да? Ага, и потом идет. Просто пишет, нет, поэтому я не знаю. Структурирование ментальной карты. И окошки. Опять же, фотография нашей карты. Идет ли Таня? И я не могу понять. У меня появилось, кстати, рисование у меня появилось. Да, да. Все, остановились, остановились. Так дальше, осторожно, не надо. Так вот, нет, стоп, стоп. И я ничего не трогаю. Вот сейчас нормально? Сейчас на экране следующий этап, на экране должен быть, который называется сценарий, раскадровка, скрипт и тренировка. Нельзя нажимать, да, и потом идет листание кадров. Сценарий, раскадровка, скрипт и тренировка. Так. Мы находимся на слайде, я вижу сейчас, спит, чат, пат. Синхронизацию точно не нажимала. Да, рисуем, боюсь даже. Не-не-не, я не нажимала. Нет, у меня даже мышка не там, не в той области. Ну, давайте... Я иду назад тогда, структурирование ментальной, вот она, я вижу теперь. Нет, я вижу совершенно другое. Вы сейчас должны видеть структурирование ментальной карты. Вот я включила структурирование ментальной карты, видите? Так, это 49-й слайд, мы на 49-м слайде. Я его сейчас... Так, дальше. Коллеги, напишите, видите структурирование, мы видим рисунки. Структурирование ментальной карты. Видим? Все, теперь, когда следующая строка... Все нормально. Теперь видео, артикль, интерактивные карточки, да? У всех произошло... Я вижу, да. Структурирование ментальной карты. Можно, наверное, да. Все на структуре, но пишут... Нет, пишут нет. Может, еще раз запустим ее? Да, да, да. Я не могу понять, что сделать, чтобы остановить. Потому что они листают, и я не могу остановить сейчас. Что-то произошло. Синхронизация. У всех разная. Потом у нас идет 53, кто говорит. Вот я включаю его, 53, картинки. И отключаем синхронизацию. Вот. Сейчас, пробуй, пожалуйста. И оно скачет. И я не могу понять, как остановить. А вот так. Да. Нет, а у меня... У меня ничего не скачет. Я вот вижу... Структурирование ментальной карты. Видим? Вот сейчас опять структурирование ментальной карты. Так, ну давайте продолжать. Давай рассказывать дальше, иначе мы это не закончим тогда сегодня. У меня ничего не скачет, я все вижу отлично. У всех скачет. Давайте, давайте. Ну, зато мы запомним, что такое структурирование ментальной карты. Ну, твои испытания. Да, вот сейчас идут твои испытания. Это просто пример ментальной карты, который можно на начальном этапе использовать, но мы быстренько сейчас это проскакиваем. И сейчас вы должны видеть сценарий, раскадровка, скрипт и тренировка. Вот следующий этап, это этап предпродакшн, когда все же готовы, идеи ваши наработаны. Я буду максимально объяснять, чтобы если даже кто-то что-то не видит, это не было фатально. Да, буду всячески свое мастерство актерское применять. Итак, на этом этапе уже необходимо делать сценарий. Если у вас просто скринкаст, то снимаете экран, накладываете голос, то обязательно пропишите свою речь. Обязательно пропишите свою речь, потому что, когда вы включите запись, то, конечно, вы начнете сбиваться, делать какие-то слова, паразиты полезут, да, как паразиты. Поэтому пропишите свою речь и потренируйтесь. Если вы снимаете видео на веб-камеру, значит, обязательно потренируйтесь, конечно, перед выступлением, перед тем, как вы будете записывать. Проговорите то же самое один раз, вы все вспомните. И даже можете без какого-то текста все это воспроизвести. Тренировка. Тренировка подразумевает... Я просто надеюсь, что люди сами листают. Может быть, в этом проблема? Они сами листают. Это же преподаватели, учителя. Они сами все могут. Они там листают все наши слайды, а мы думаем, что происходит. Так, тренировка. Тренировка подразумевает работу с камерой, работу с голосом. И есть определенная методика, как это сделать. И вот тоже я готова этим поделиться, как это надо, как это можно сделать и принять себя в камере. То есть, вот просто структурируем все, прописываем каждый шаг. Чтобы, понимаете, когда вы снимаете видео, и у вас что-то не получается, вы не то говорите, вы запинаетесь, идея, как это пришла в голову неожиданно. Этот процесс будет длиться бесконечно. Да, даже запись скринкаста, даже наложение голоса будет очень долго длиться. Поэтому надо в этом плане, конечно, экономить свое время и заранее просто все прописать. Не ленитесь, делайте это, вы сэкономите время. Вот сценарий нужен все-таки. Вот сейчас вы видите замечательный ресурс, который называется SpeechPad. SpeechPad, запишите обязательно. Это электронный такой блокнот. Вы просто наговариваете туда текст, а за вас все печатается запятыми, там, с знаками пропинания. Я на слайде, где написано SpeechPad, где квадратики такие, и идет раскадровка. Вот Надежда видит SpeechPad. Да, SpeechPad. Вот на этом я слайде. И что-то пишет Надежда на немецком. Видно, ругается. Ну, ничего, друзья, зато я столько раз повторила вот одно и то же. Ментальные карты, блокнот, что вы точно запомните теперь, что это необходимо. Что такое, опять же, вот этот блокнот SpeechPad, вы просто, все работает, отлично, Светлана, вы просто говорите текст, а за вас это печатается. Это вам, конечно, облегчит жизнь. А что касается раскадровки, это когда вы будете делать уже съемку и себя, и включать туда интерактивное видео, то такие квадратики рисуем, и просто схематично, что там будет. Кружочек – это ваша голова. Вы эти шаблоны можете скачать, этот ресурс именно с русским языком работает, и с английским работает, работает, точно работает, мы этим пользуемся. Вы можете эти шаблоны скачать. Ну, в общем, опять же, если вы делаете первый раз видео, то вот раскадровка не обязательно, тут принципиален текст. Сейчас я включаю слайд, на котором написано «Скринкаст». Что такое скринкаст? Уже сказала, да? Это когда вы запускаете презентацию на вашем компьютере и начинаете снимать экран вашего компьютера, встроен определенной программой, параллельно наговаривая текст. Как вы видите, сейчас скринкаст состоит из нескольких этапов, трех этапов. То есть сначала вы делаете презентацию, потом вы делаете программу скринкаст, а потом вы накладываете голос. Сейчас мы пробежимся по этим программам. Я очень быстренько расскажу вам о всяких нюансах и секретах правильной презентации для урока и для вебинара. Вот программы, которые вам помогут, кроме PowerPoint и Prezi, их куча просто, и мы вот сейчас, у нас не хватает времени, поэтому я не буду сейчас останавливаться на каждом, но у вас все это есть, программа, правильно, все это есть у вас в ваших картах, картах. Сейчас вы должны видеть две картинки, это Prezi и PowerPoint. Это две программы, которых я очень люблю делать презентации. Prezi и PowerPoint. Сейчас вы видите разницу между этими программами, разницу между этими программами, Надежды. Prezi и PowerPoint. То есть, если мы говорим про Prezi, это современный дизайн, это динамичность. Конечно, там есть ограничения по использованию шрифтов кириллических, но нам иногда это и не нужно. Но они есть в любом случае. Эффектные переходы. Вы видите всю рабочую поверхность. Я сейчас покажу, как это выглядит. Доступ по ссылке. То есть, если вы делаете что-то такое, но не для университета, я так скажу, а что-то такое вот динамичное, современное, чтобы привлечь внимание, то Prezi это то, что нужно. PowerPoint, конечно, в плане функционала, я бы сказала, покруче программа. Потому что, помимо того, что вы сейчас видите, можно делать очень сложные презентации. И я знаю, что многие учителя, я тоже делаю интерактивные даже слайды и викторины в PowerPoint. И, конечно, PowerPoint в этом плане посложнее, но поинтереснее. Мои студенты делают, пишут. Вот, кстати, про студентов. Я своим студентам даю такое задание. В конце пройденной темы. Не надо писать тест, да, не надо пересказывать тексты. Сделайте видео. Проходим тему там современной технологии. Сделайте видео, запишите, кто относится к современным технологиям. Сделайте видео, придумайте фильм. И используйте лексику, которую мы изучили. И, вы знаете, они делают это с удовольствием, и точно есть результат. То есть видео в этом плане незаменимо. Вот сейчас вы видите кружочки. Это то, как выглядит, в общем, презентация Prezi, да. Ну, не могу подробнее рассказать про нее, потому что времени нет. Сейчас вы видите две презентации. Слева эта презентация в Prezi, ну, грамматика моя любимая, да. А справа презентация в Powerpoint. То есть в Prezi оно такое нечто немножко мультяшное такое, но все равно интересное. Ну, мне нравится в Prezi работать. И там слайды вылетают так интересно. Хорошая программа. Для тех, кто делает видео для молодежи, для там подростков, вот программа Gloster. Она делает презентацию в виде постера, но все равно вы можете накладывать, делать видео всего этого, и будет очень динамично и интересно. Ну, это просто примеры в Prezi, как мы вот описывали людей. Это просто фотография видео. Мы там описываем людей, о внешности говорим. Так, сейчас я включаю слайд, на который видно Canva. Программа, в которой тоже вы можете делать презентации. Но программа эта есть в карте. Это тоже есть в карте программа. Я пытаюсь понять, видите ли вы то же самое. Но я буду говорить все равно. Я не буду останавливаться, потому что, конечно, хорошо бы, чтобы вы видели слайды. Но, тем не менее, слайды эти будут. И важнее меня послушать сейчас, чем разбираться в перпяти их технике. Всякое бывает, это сбой. Ну, что сделаешь? Бывает, ничего страшного. Я обещаю, что вы будете знать это ровно столько же, сколько бы знали со слайдами. Canva, программа, которая поможет вам для видео сделать, ну, необычные слайды. Такие тоже, такие современные, живые. Потому что там и значков куча, и вообще всего, и инфографики. А это примеры того, как вы сами, только в PowerPoint, можете сделать красивые слайды и заставки. Вот я делала это для своих курсов давно, правда. Изменив прозрачность картинки и изменив прозрачность, например, подложки. Вот, пожалуйста, это можно сделать самостоятельно в PowerPoint, просто меняя прозрачность картинок. То есть все это будет красиво. Потому что все-таки для видео, для скринкаста должна быть правильная презентация. Это вот прям, это принципиально. Визуальный дизайн, композиция визуального пространства, работа с светом, фото. Это все можно применять, потому что очень важно, каким цветом вы работаете, для какой аудитории. Поэтому, ну, об этом тоже будем рассказывать. Ну, главное, чтобы не было, как на этой картинке из нашего замечательного фильма. Друзья, давайте вы не будете слайды переключать, потому что, наверное, это создает какой-то хаос. Давайте. Я обещаю, что мы вам расскажем, как сделать все это, и вы будете переключать свои слайды, может быть, даже на вебинаре. Окей. Композиция правила третей. Очень важно, что вы изображаете на вашей презентации и в каком месте. Мы воспринимаем информацию, которая располагается на пересечении вот этих линий. Посмотрите и найдите квадратик, композиционный центр. Важную информацию в слайдах помещайте туда, да. Потому что, если это в левом углу, это мертвая зона, и там никто ничего не читает и не смотрит. Ну, наверное, у нас очень такая атмосфера в нашей вебинарной комнате живая. И слайды тоже идут в пляс, просто не могут остановиться. Так, я тоже не могу их остановить уже, не знаю. Так, следующий этап. Я буду, наверное, по своим записям уже ориентироваться, потому что уже видео-редактор пошел. Надежда, давайте назад переключим их. Следующий этап. Назад немножко. Да, еще. Нет, 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 не туда, не туда. Надо назад переключать. Вот, мне кажется, получилось. Мне кажется, получается. Так, сейчас на экране свинка Пеппа. Если свинка Пеппа у кого-то есть, то все работает. Свинка Пеппа. Затем сейчас появились изображения. Да что ж такое? Как быть? А можно выключить презентацию, Надежда, и сразу, и заново ее просто включить каким-то образом? Но я это делать, наверное, не буду, потому что боюсь, что... Секунду, сделаем. Предлагаете мне, предлагаете мне загрузить ее заново? Никто не может ее... Да, 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 давайте, я сейчас все прикручу. Сейчас ничего, сейчас мы все сделаем, будет сейчас все в лучшем виде. Не переживаем, главное. Я все равно пока не расскажу. Да, коллеги, пока я не расскажу, я вас не отпущу. Да, я, кстати, уже заканчиваю скоро, да, конечно. Но у нас еще есть вроде время. Так, смотрите, вот смотрите, смотрите, сейчас, сейчас, сейчас. Так, ну, немножко перелистаю, просто покажу вам, смотрите, как выглядит, как выглядит скринкаст, как эта программа выглядит. Вот вы сейчас видите на экране, то есть ничего страшного нет, тут все достаточно лаконично. И вот хотел бы показать вам как раз, как вы должны сидеть напротив окна. Если вы снимаете видео свое, днем как раз таки, вы видите окошко, солнечный свет, вы видите, что вы сидите, зеленая фигурка, это вы. Между вами окном камера, и вот тогда будет идеальная картинка, никаких там недостатков кожи не будет видно, ничего абсолютно. Этап постпродакшен. Этап постпродакшен, это уже, ну, сложный этап, в котором нужна, конечно, помощь, надо тут разбираться, это видеоредакторы. Сейчас вы видите примеры видеоредакторов, в которых мы работаем с Надеждой, они все хороши. Вот, что вы можете сделать в видеоредакторе? Вы можете много-много видов видео собрать в одно, вы можете сделать нарезку и вырезать неудобные паути дубли, поэтому я вам говорила, делайте паузу. Чувствуйте, что вы неправильно что-то сказали, сделайте паузу, еще раз повторите. Вот в видеоредакторе можно все нарезать, добавить спецэффекты, изображение, видео, коррекцию цвета сделать, титры добавить, смешные какие-то там надписи, все что угодно. Так, стоп-кадр, наложить голос, это все помогает вам делать видеоредакторы. Вот они, эти видеоредакторы, все есть на вашей карте. Так, видеоредакторы. Так, так, так. Вот, хотелось бы показать вам, как это выглядит. Вот так выглядит видеоредактор, ну, просто хотя бы, чтобы иметь представление. И затем все, видео готово, ура! Вы загружаете все на видеохостинг и в облако. Я рекомендую вам всю эту информацию, которую вы сделаете, хранить обязательно, смотрите, в виде файла, голубой квадратик, это видеофайл, обязательно в облачном сервисе, потому что должно быть в нескольких местах. И, конечно, на Ютьюбе, и, конечно, на Ютьюбе. И потом это все идет на дистанционную платформу, если вы хотите сделать курс. Вот, опять же, перечень, вот смотрите, тех платформ, которые мы рекомендуем, ну, я рекомендую, Надежда тоже работает на них, тоже рекомендуют, вот, или Эдими. Google Classroom, совершенно простая и бесплатная программа Google Classroom. Google Classroom, Udemy, по-моему, сколько, если не ошибаюсь, Надежда, 10 миллионов там студентов обучается, пользователей, 10 или 14, по-моему, 10, да, то есть вы можете вещать на весь мир, тем более иностранные языки. Смотри, учись, это российская платформа, она сейчас в стадии тестирования, но там тоже активно очень работа идет, и курсы просто как пирожки некоторые расходятся. В общем, мы вам желаем снимать, создавать, все это применять и творить главное. Я надеюсь, что сегодня было полезно, карта сервиса вас ждет. Друзья, пока что я вот хочу просто обратной связи, потому что мы так долго обсуждали слайды. Напишите, было ли полезно, что полезно, для меня это будет очень важно, ну и для себя буквально, что вот, вот, чтобы сейчас такой вот, да, какой-то финал, небольшое наше выступление, скоро мы заканчиваем уже, но еще не конец, еще минуточку, еще будет интересная информация. Напишите, пожалуйста, кому было интересно, что было полезного. Учебными платформами вы можете не переживать, потому что все-все это есть в наших картах. Очень полезно, ждем бонус. А что больше всего понравилось в плане дальнейшего использования, напишите, ну, буквально пару строчек. Очень хочется от вас обратной связи, все ли было полезно, было ли полезно, да. Людмила, Лариса, спасибо, да, очень полезно, ждем бонус. Экспресс-курс, что знала нового, разнообразие очень полезно, здорово, здорово. Ну, друзья, смотрите, те, кто хочет самостоятельно погрузиться вот в этот бесконечный океан возможностей, я желаю вам успехов, удачи, я, переосмыслить надо, я желаю вам успехов, я желаю вам удачи, будьте с нами на связи. Там есть, в этой карте есть наши контактные данные, надо пролистать страничку и там скачать ее. Но вот буквально минутку вашего внимания, потому что есть, я знаю, среди вас те, кто задумывается уже о создании собственного даже курса, кто хочет под руководством преподавателей создать это. Вот то, о чем я говорила, вот то, что мы сделали, создали с Надеждой, это онлайн-курс, который у нас уже начинается 3 июня, длится месяц по созданию видеоконтента для урока иностранного языка. Мы собрали наш многолетний опыт, у меня 6 лет, у Надежды 10 лет, мы хотели вот именно помочь нашим коллегам, адаптировали его под преподавателей иностранных языков, ну, я так скажу, вообще под преподавателей, и сделали для преподавателей, и сделали сами преподаватели. Я считаю, что никто лучше преподавателей преподавателю не объяснит, как что делать. Когда мне начинают компьютерщики что-то объяснять, я ничего не понимаю, но когда коллега мне начинает объяснять, она мне говорит 3 слова по телефону, и я все понимаю. Посмотрите, все, что я сегодня сказала, все виды курсов мы будем создавать, каждую неделю мы создаем новые видео, в результате даже свой канал создадите. Несколько слов о формате курса, если вас интересует, то есть это живые вебинары, это синхронный курс, живые вебинары и их запись, затем дополнительно видеолекции, видеогиды, по всем инструментам, которые есть в карте, практически по всем. Для некоторых программ домашнее задание, а домашнее задание это минуточку, вы сами создаете свой контент, вы сами создаете видео каждую неделю, и мы в индивидуальных консультациях вам это все объясняем, мы разбираем, мы разбираем это с вашими однокрупниками. Это есть, я сейчас расскажу, кто сможет этим воспользоваться. Преимущества наши, я даже с гордостью их, наверное, назову, это опытные преподаватели, смею считать себя опытными преподавателями, адаптации под ваши потребности, вы создадите видео на первой неделе, вот это вот я считаю чудо. Мы выбрали для вас самое важное, без вот этой воды лишней, без обилия ненужной технической информации, поддерживаем на каждом этапе, платные сервисы для вас будут бесплатны, мы дадим доступ вам. Вот пишет Елена Вобровская, что после прослушивания все кажется не таким сложным, и как представляешь до этого. Ну, конечно, не сложным, когда объясняешь, я опять же говорю, на определенном этапе стала учиться уже педагогов, потому что вот тогда не сложно. Будете обучаться на закрытой платформе, Надежда и Жанна, не буду про нас больше ничего не говорить, мы сделали три программы, вот сейчас я расскажу про слушателей ученика. Да, слушатель ходит на вебинары, участвует, имеет доступ ко всем записям, но все, и к видеогидам. Ученик посещает более полную презентацию, более полный вебинар, это 45 минут разбора домашнего задания и 45 минут лекции, да. Он имеет тоже домашнее задание, но мы его не проверяем, но он может комментировать домашнее задание своих одногруппников, что тоже интересно. Имеет доступ к слайдам для распечатывания, то есть уже больше может, да. Ну вот, конечно, те, кто хочет действительно, знаете, в отпуске лежать на пляже где-нибудь, загорать и гордиться собой, потому что он это сделал, и он все теперь умеет практически, ну, все это, конечно, условно. Вот это мастер, то есть вы принимаете участие во всех вебинарах, вы можете, конечно, задавать вопросы во время вебинаров, вы 45 минут и 45 минут, мы разбираем домашнее задание, потом мы новую тему разбираем, каждую неделю новый спикер, или я, или Надежда, или мы вместе, или я, или Надежда, или мы вместе. Мастера будут иметь домашнее задание, мастера будут, вот слушайте внимательно, каждый будет иметь индивидуальную консультацию по каждому домашнему заданию, или я, или Надежда, всего 2 часа консультации у каждого мастера. Видеогида, видеолекции, комментарии к работам, индивидуальные консультации, ну и мы, конечно, хотели выделить мастеров, поэтому у них будут 4 бонуса даже, это запись в вебинарной комнате, мы даем доступ в наши вебинарные комнаты, у меня одна вебинарная комната, у Надежды другая, пожалуйста, записывайте свое видео, пробуйте, готовьтесь к вебинарам даже. Вы будете иметь доступ в платные сервисы, не только в бесплатные, в платные, и мы, конечно, сделали такой вот для вас приятный сюрприз, это создание, это 2 вебинара дополнительных, создание успешной презентации, то, о чем я говорила, это и композиция, это и визуальное пространство, и иконки, изображения, как сделать хорошую презентацию и для вебинара, и для видео. И это я провожу, а Надежда проводит замечательный вебинар продвижения, создание продвижения своего YouTube-канала. Вот это, по-моему, здорово, даже не по-моему, точно, потому что я уже к Надежде записалась на этот вебинар, я первая у нее, вот в рамках нашего курса, я первый слушатель. Вот такие опции. Цены сегодня, ну вот мы до, это же первый наш совместный проект, мы решили сделать приемлемые цены для всех, и сегодня до 2 числа даже у нас скидка, там, 1000 рублей. Вот такие у нас цены. 2 900 вместо 3 900, ну, это до 2 числа, ученик 4 900 и мастер 6 900. У нас есть коллеги из европейских стран, которые спрашивали, а сколько это будет стоить в евро. Вот мы посчитали, да, по курсу Сбербанка, то слушатель это 40 евро, ученик это 68 евро, и мастер это 96 евро, если я не ошибаюсь, Надежда. Вот такие цены. В общем, мы вас ждем к себе в команду. Мы начинаем 3 числа, мы занимаемся с 3 по 8 июля, и 8 июля вы можете расслабиться, потому что в вашей копилке будет при вашей, конечно, активной работе около 9 видов видео. Но самое главное, что у вас будет, это четкое понимание, как это делать, четкие пошаговые алгоритмы, вот пошаговые алгоритмы, и задел на дальнейшую работу. Поэтому будет сертификат с использованием iPad, поэтому мне интервью будет сертификат. Но, да, сейчас все расскажу, Ларис. Дата приведения курса. Первый поток у нас идет в июне. Вот 3 июня начинается и до 8 июля. Это первый поток у нас. Ну, мы, правда, про первый только говорим, просто некоторые спрашивают про осень. Ну, конечно, мы бы хотели продолжить, мы очень вдохновлены этой идеей, и мы, правда, честно говоря, с надеждой, вот уже не спим несколько ночей, и мы готовимся к началу этого курса, придумываем все. Поэтому, вот по 8 июля, да, поэтому с нетерпением ждем этого потока. Ну, и надеюсь, что повторим это осенью. Осенью, ну, конечно, осенью, я думаю, что мы несколько повысим цену, потому что, знаете, друзья, если вы хотите посмотреть конкретно, что будет в этом курсе, переходите по ссылочке, которую вот в чат дает Надежда. Это ссылка на наш курс. Там все подробнейшим образом написано. Вообще, каждую неделю пошагово. И когда вы дойдете до конца этой странички, вы увидите карту сервиса. Надо заполнить там, по-моему, электронный адрес, да, и имя. И когда вы, ну, получить карту, у вас будет карта, которую вы просто скачиваете. Там в правом верхнем углу будет скачать. Если кто-то из вас не может скачать карту по каким-то причинам, Надежда, мы же можем потом послать по электронному, ну, послать эту карту, если вдруг, ну, мало ли, кто-то не смог. Конечно, друзья, не переживайте. Если вдруг вы не сможете скачать, но это несложно, идете по этой ссылочке. Если курс не интересует наш, то просто до конца пролистывайте. И вот на это окошко, да, там, ну, там все есть, там все написано, там по-русски все написано. Нет проблем, мы пришлем вам. Также пришлем вам ссылочки на примеры видео. Вот, но все же очень хотелось бы вот такую активную аудиторию, которая сейчас была. Конечно, бы хотелось бы с ней поработать. И я просто приглашаю вас, давайте создавать видео вместе. Помощь вам гарантируем. Индивидуальный подход. У нас такая, у нас такой девиз. Вот с нуля и вот с нуля мы берем людей, которые вообще, допустим, даже ничего не соображают, не разбираются вообще в видео никак, абсолютно никогда не делали. То есть мы берем вот тех людей, которые ничего не знают, которые какие-то начальные знания имеют. И идем с вами, вот ведем вас по маршруту, который мы достаточно долго, да, мы разрабатывали этот маршрут, чтобы лишнее убрать, чтобы все было логично, потому что, ну, если слышу возражения, да в интернете куча там информации, зачем нужен курс. Ну, я, например, утонула в этой информации. Надежда, я хочу просто таких студентов к нам на курс, поэтому так активно. Потому что это будут отличники. Двоечников нам в университете достаточно, а я хочу отличников.